Жанна работает репетитором на удаленке. Ведет занятия прямо из дома, онлайн. Вышедший из строя компьютер этой весной поставил под угрозу возможность зарабатывать. Накоплений, как это часто бывает, не оказалось. И девушка решила взять ноутбук в рассрочку. У меня не совсем стабильный доход. То бывали моменты, когда выплатить было достаточно сложно в некоторые месяцы. Был один месяц, когда мне приходилось экономить в том числе на продуктах и на каких-то необходимых еще. Бывают очень часто ситуации, в которых долг действительно необходим людям. И в целом это нехорошо и неплохо зависит от человека, который берет этот долг. Жанна не единственная, кто столкнулся с трудностями при погашении задолженности. В период пандемии эта проблема обострилась. Ведь многие люди потеряли часть заработка или вовсе лишились работы. Тем самым снизилась экономическая активность. Мы зафиксировали за первые 9 месяцев этого года рост задолженности. Перед кредитными организациями, микрофинансовыми организациями. Объем превысил 240 миллиардов рублей. Но надо сказать, что из этой суммы, из этого объема, больше, наверное, более 40% это кредиты по ипотеке. Однако сейчас, по данным Центробанка, ситуация начала стабилизироваться. В том числе и в Оренбургской области. Также показал свой рост, но уже не такой. Немножко здесь около 6%. То, что мы видим оживление в экономике, снимается отдельное ограничение на экономическую активность. И с другой стороны, это мягкая денежно-кредитная политика Банка России. Снижение ключевой ставки и удешевление кредитных ресурсов для банковского сектора. При этом платежная дисциплина заемщиков улучшилась. Просроченные задолженности имеют только 4% должников. По ипотечным кредитам менее 1%. По данным Центра исследовательских перспектив, на сегодняшний день порядка 54% россиян имеют хотя бы один кредит. А примерно средняя сумма, приходящаяся на каждого россиянина, 225 тысяч кредитных рублей. Я думаю, что проблема закредитованности, она не будет в условиях пандемии иметь шансы на резкий рост. И это связано не с тем, что люди стали осторожнее. Осторожнее стали банки. Они вносят существенные поправки в свою кредитную политику, ужесточая условия отбора потенциальных заемщиков. Также Дарья Панина отметила, что россияне часто берут кредиты, чтобы погасить прошлое, так как у большинства, по данным Центра исследований, перспектив нет сбережений. Напомню, что по итогам 2019 года Оренбургская область на пятом месте в рейтинге закредитованности регионов, где объем задолженности в среднем на одного человека превышает 234 тысячи рублей. Данные опубликовало агентство РИА Новости.